запись ребят на трансляцию кто скинет ссылочку не самой надо делать все 100 участников что-то мы тормозим не выпаян а Так, ну что, пошла трансляция, кто видит? Видимо, да, пошла. Сейчас, погодите, я еще не вижу. Ну, там найдет запись конференции, да? Угу. Транслируется на YouTube, Саш, написал. Так, я почему-то ссылку не вижу. А, ссылку не вижу. Погодите. Небольшие технические сложности. Ну, мы справимся. Так, нашла. Так, ребят, мы начинаем. Наш праздничный Zoom, я думаю, уже, наверное, последний в этом уходящем, в 2021 году. И, конечно, мы хотим поздравить всех партнеров с успехами. Пожелать здоровья в первую очередь, да? Потому что, ну, если не будет здоровья, то не будет вообще ничего. Ну, финансы у нас и так все в порядке, потому что мы в компании BeFree, процветание нашей компании. И, конечно, всем успехов. И, конечно, всем успехов. Все, что не получилось немножечко в 2021 году, пусть сбудется в 2002 году. Причем сбудется даже то, о чем вы даже сейчас не осмеливаетесь мечтать. И тема нашего Zoom, а в конце Zoom у нас будет розыгрыш. Мы сегодня в такой роли Дедов Морозов и Снегурочек. Вон у нас Яна Кухарева, какая красотка, Снегурочка. Постаралась. Наша команда, круть крутая, будет раздавать призы. Призовой фонд составил, мы опять бьем рекорды, наша команда. Призовой фонд 2000 долларов, ребят, 2000 долларов. Вообще бомба. Это деньги, которые у нас заработали лидеры и которые они выделили в этот призовой фонд, чтобы их партнеры еще больше зарабатывали, не только по маркетингу, а чтобы они еще получили. То есть получается такой краудфандинг в краудфандинге. Да, пошло. И это будет все в конце. Конечно, мы озвучим имена и фамилии этих людей, наших лидеров уважаемых, которых мы просто восхищаемся ими. Ребята молодцы. По собственной воле, по собственному желанию они принимают участие в этой акции. Это очень, конечно, нас восхищает. А сегодня тема эфира очень-очень интересная. Называется она «Миллион в месяц». Мы говорим о миллионе рублей. Ребят, кто получал миллион в месяц? Когда-нибудь в своей жизни, да? Да. Дальше хочу сказать, что в нашей команде «Крут-крутая» есть много очень активных веточек. Они все у нас замечательные. Их очень много. Но сегодня мы поговорим об одной веточке, которая называется. У них свое название. А название у них «Вместе мы сила». Очень хорошее название, которое как раз-таки идею нашей компании, мне кажется, очень даже передает. То есть вот это объединение людей и то, что это сильно, да, вот это в этом названии. Компания очень, команда, вернее, очень такая там, сейчас я скажу свою мысль. Люди очень активные, очень эмоциональные. Они все лидеры. Их иногда штормит чуть-чуть так вот. То есть они немножечко могут повыяснять отношения. Это нормально, ребят, потому что, ну, не бывает все гладко. В нашем мире не бывает все гладко, в любом коллективе не бывает все хорошо и все гладко. Как в семье бывают и такие какие-то выяснения отношений. Вот эта команда у нас такая, но она очень живая, она очень яркая. И она очень добивается больших успехов. Потому что у руля капитан, их судно, это Марина Володина. Это человек, который многому учит нас. И сейчас я хочу, чтобы Яна тоже сказала о своем личнике, потому что это мой второй уровень, Марина Володина. Конечно, этим человеком я восхищаюсь во многом, учусь. И Яна сейчас, наверное, что-то как-то еще свои эмоции передаст. Да, хочу просто выразить, Мариночке, во-первых, благодарность за такую шикарную работу. Я вообще, ребят, честно, вот, ну, поверить могла бы когда-то, да, что у меня будет такой партнер, как Марина. Марин, правда, тебе большая благодарность за твою просто шикарную работу, за твою личную работу, за работу с командой, со структурой. Ну, вообще, ты вот просто красотка. Просто когда ты пришла в мою команду, да, мы с тобой только начали приглядываться друг к другу. Ну, я не знала, какая ты, да, какая ты вот как бы в действии, да, вот в работе. Я просто вот восхищаюсь твоей, Марин, работой. Это просто вот движетесь, как вот ракеты какие-то, да, просто уже по второму кругу, уже близки к столу 8-100 по второму кругу, да, то есть, ну, это просто потрясающе, Марин. И ты вот такая вот какая-то вот, вот всегда у тебя все под рукой, ты вот все успеваешь. Ну, я поражаюсь просто вот тобой вообще. И благодарна вообще, что ты есть в моей команде. Я вообще всем выражаю благодарность всей команде Круть Крутая. И вашей отдельно, да, Марин, команде. Вместе мы силы, что вы все у меня есть. Потому что на самом деле, ребят, ну, вы и есть команда, да, вы и есть команда Круть Крутая. Вы вот каждый человек, каждый, вот каждый партнер. Потому что, ну, это вот реально вы приходили, вы верили, да, вы поверили нам когда-то. Вы увидели, да, нас как бы, ну, я не знаю, ребят, просто спасибо вам большое, что вы идете с нами, что мы идем все вместе, рука в руку, да, нога в ногу, ноздря в ноздрю, да, как мы говорим, да. И идем к своим целям, ребят. 2022 год, я думаю, он просто будет вот, вот просто потрясающий, просто будет взрыв. У нас и так уже сколько миллионеров, да, больше 30. Ребята, больше 30 миллионеров в нашей команде. Вы вообще понимаете, причем, да, большинство у Марины, да, большинство у нее миллионеров и его команде. Поэтому именно мы уделяем им внимание сегодня, ребят. Ну, невозможно не уделить им внимания, потому что, ну, реально команда бомбит. Девчонки, мальчишки, вы просто бомбите, да. И 2022 год, я уверена, просто еще больше будет взрыв. Потому что три вот эти двойки, да, мне кажется, это такое вот, такое какое-то вот, да, магическое, символическое. Ну, просто супер. Поэтому, мне кажется, наша команда просто будет и 50, и 100 миллионеров, и 200 миллионеров в нашей команде. Давайте, ребятки. Я прям вас в каждого верю. И еще раз говорю каждому благодарна, что вы когда-то пришли в нашу команду, поверили и двигаетесь с нами. Да, бывают какие-то моменты рабочие. Ну, не без этого, да, как муж с женой что-то там, бывает, не поделили. Ну, как говорится, как сказать, милые броняться только тешатся, да, тоже есть такое вот. Поэтому, ребят, я всех вас люблю, правда. Вы вот, ну, у меня вот, когда я говорю про вас, у меня просто сердце вырывается из груди. Вот просто правда. Всех вас очень люблю. Мариночка, давай. Мариночка. Мы очень-очень хотим дать тебе слово. Да, очень-очень дать. Да. Кофе с Мариной Володиной. Кофе с Мариной Володиной – это вообще просто. Просто бомба. Да. Я хочу сказать, что вот про кофе с Мариной Володиной. Вы знаете, мне казалось, что я говорю такие прописные истины, но, понимаете, это говорить нужно, и это важно. И я вот просто поняла, что наша работа и приглашение, и общение с командой – это очень сильно зависит от внутренней энергетики. Вот не так уж эта кружечка кофе важна команде, как вот этот посыл, что вот этот энергетический, вот то, что идет, я вот практикую йогу, вот то, что идет из-за нахата. Понимаете? И я вот хочу сказать, ну, наша команда, конечно, вообще уже такое имеет вес, круть крутая, я имею в виду. И мы когда… Я когда думала, вот я все знают, да, как я медленно разгонялась, я так очень-очень потихонечку начинала, и я все думала, думаю, вот для меня это совсем новая работа, да, я воспринимаю бифрика как работу. Думаю, права я, не права, что я вот так, ну, не бомблю, да, кучами, не накидываю народ, а вот я так вот ищу людей, которые, вот, допустим, вот Роза у меня, я знаю, что она работает очень активно, она много где попробовала, результата нет нигде, несмотря на ее бешеные усилия. Я пригласила ее, я там, там, вот, ну, подтягивала людей, вот Вера Андреевна, допустим, Барановская, она со мной пришла из Лайма, вот большое ей спасибо, потому что немногие люди, которые со мной потеряли деньги в Лайме, дали мне второй шанс. Немногие. Вот сейчас, допустим, я уже считаю, что я имею право уже снова к ним обратиться, потому что я, ну, для меня, конечно, это такое, не знаю, потрясение, наверное, когда в 21-м году я смотрела вот эти наши статистические списки, и я увидела людей, которые реально за год заработали суммы в эквивалентной квартире, причем не квартире, там, не знаю, в Бадайбо, а в Москве. Я видела эти суммы, что девчата обычные, с двумя руками, с двумя ногами, с одной головой, эти суммы заработали. И я думала, ну, может быть, лет через пять я так же смогу, и я себя увижу. И вчера я увидела тебя на первой страничке. И я хочу сказать новичкам, я прямо хочу обязательно это сказать, понимаете, я этот год не могу сказать, что я убилась, вот понимаете, для того, чтобы заработать эти деньги. Я работала, я как бы не скрываю, я работала, команда требует внимания, я стараюсь все время быть на связи. Но такого, чтобы я вот заработала, чтобы я помогла купить квартиру дочери, мы ее сейчас ремонтируем, и при этом я совершенно легко планирую еще отпуск. У меня все время всегда есть свободные деньги. Вот я, конечно, ну как, соотношение заработка и усилий, это меня поражает. Потому что я приучена к большим заработкам, понимаете, я работала 25 лет главбухом, я никогда не бывала, чтобы я зарабатывала там совсем копейки. Но я приходила домой и просто падала замерзла, вот такое было почти всегда. Я, не знаю, не увидела детство дочери, и я дочери совсем недавно сказала, я говорю, если бы такой формат заработка был у меня, у меня была такая возможность раньше, я бы ни одного дня не работала на дяде, ни одного. Я сейчас внимательно наблюдаю за своими лидерами. Вот у меня есть, допустим, Вера Андреевна, это бешеная энергия, понимаете, как она строит, складывает свою команду. И правильно, Яна, предчувствует, да, я думаю, что большой потенциал, что вот именно мы вот подготовили, вот подготовили, подготовили эту, понимаете. И произойдет то, что произошло у меня в этом году. То есть девчата свои командочки, вот костяк, основу создают уже, и теперь вот должна сработать арифметическое прогрессие, понимаете. Точно, да. Что вот у меня, допустим, у меня столько мощных лидеров, вы не представляете. Я могу все рыбные места расскажу. Сколько у меня таких вот мощнейших лидеров есть в команде. Допустим, не знаю, Махабар, Аня Войлочникова, это нечто. Вообще, молодец, умничка. Пришел новичок Зарема, они работают в паре. Вот вы знаете, я очень так понимаю вот такие энергетические течения. Вот как Вера Андреевна, да, была мне всегда плечо-плечо, висок-висок. И мне от этого работать было легче, особенно начинать, особенно начинать. Сейчас, вот сейчас такая же ситуация у Заремы с Гульнор. Зарема у нас в двух месяцах не прошло, ушла в 108-100. Я была просто вообще в шоке от этого. Я была вообще. Понимаете, вот просто в шоке от этого результата. А почему? Потому что они идут парой. Всегда у нее, как ангел-хранитель за плечом, стоит Гульнор. Вот, ну это важно на самом деле. Я заблудиться боялась. Вот Вера Андреевна у нас, например, очень долго шла к этому результату. Но буквально за, не знаю, за неделю, да, Вера? Или за 10 дней. За 5 дней. За 5 дней. 18-300. Да. 2-700, 8-100 и 7-200. Это в долларах, ребят. Это в долларах. Это пенсионерочка, да? Причем она у нас, вот видите, она у нас сейчас сидит в русском народном наряде. Она у нас еще активно работает на земле. Она народный умелец. И вот эти сладости от бабушки славятся на все Подмосковье, да. Поэтому вот занимайте активные позиции. Что я хочу сказать к кричкам? Ну не нужно так вот, понимаете. Да, команда очень активная. Вы получите переливы и движения. Но если вы сами начнете работать, то вы просто получите то же самое X10. Ну это же ваша жизнь. Это ваша жизнь. И еще я хочу сказать о грустном. Если вы думаете, что когда начинали мы, и у нас ни разу не было такой ситуации, что хотелось просто все, как Вера Андреевна говорит, сейчас закрою ноутбук и швырну его в стену. Такое вот у нас было. Было, было, да. Было, да. И поэтому это нормально для начала. Конечно. А теперь я скажу еще очень тоже важный инсайд, да. Те люди, которые вызывали у нас эти чувства тогда, полтора года назад, сейчас они мне говорят. Вот такие интересные фразы. Они говорят, ты почему на нас тогда не надавила? Ты почему тогда должна была, вот ты должна была нас заставить, нагнуть, вот такие вот, не преувеличиваю. Понимаете? И я вот тогда, вот я понимаю, что тогда, когда они меня просто вот этими отказ, 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 да, они меня настолько вышибали из колеи. И вот сейчас они говорят, что тогда я должна была нагнуть и надавить, догнать и причинить добро, понимаете? Да, да, да. Насколько было бы мне легче тогда, если бы я вот не получала... И вот они пронаблюдали за нами полтора года. Вот сейчас, да, сейчас им нужно будет этот путь проходить за нами. А если бы мы шли вместе, поэтому вот я новичкам хочу сказать, вы не расстраивайтесь вот этим отказом. Я понимаю, что, ну, как бы сейчас, наверное, это пройдет мимо ваших ушей, и все равно вы расстраиваться будете, все же живые люди. Но вы просто вспомните сейчас мои слова. Вы через год в BeFree будете либо квартиру выбирать, либо крутую машину. А они будут вам говорить вот эти слова, про которые я сейчас вам сказала. Это сто процентов, это сто процентов. Это вам говорю я, Марина Володина. Супер, Марина, вообще. Теперь, пожалуйста, давайте вот пусть мои лидеры тоже скажут, им есть что сказать. Вера. Верочка, ты скажешь? Ну, давай. Здравствуйте. Всем, кто на ту сторону экрана и с кем мы вместе здесь. Вот я, допустим, уже год пять месяцев с Мариной. Как узнала вас. Слежу всегда за вашей работой. Равняюсь вот на, ну, как бы, как сказать, на итоге Яны. Что у нее было, когда я пришла. Что было через год у нее, когда я пришла. И что через год у нее от первого, допустим, стола до восемь сто, до сегодняшнего дня. Конечно, это уже даже, наверное, и Гиннес отдыхает там со своей книгой. Все отдыхают. И все нервно курят. Ну, ладно. Что, о вас, да, о вас. Давайте о себе. Конечно. Да, вот, как Марина сказала, я пришла из лайма, потрепанная, пошарпанная, но не побежденная. Я же пришла работать. Каждый день отношусь к этому, как к работе. Вот хочу всем сказать. Это не войнушки, не стрелялки, не догонялки, не какие-то бонусы, фантики. Это деньги. Большие, реальные, серьезные деньги. И отнестись к этому надо очень серьезно, как к работе. Ответственно, честно, главное тоже. И добросовестно. Не то, что вот у тебя спрашивают, а ты говоришь, да подожди ты тут у меня, я капусту солю или там мясо разделываю. Буквально шесть секунд бросила все и работаешь. Да. Не оставляйте, потому что есть вокруг столько желающих, которые быстренько вашему человеку все расскажут. Конечно. Люди же все умные. Да. Вот и наставник, да, я себя ощущаю наставником, потому что уже у меня многие есть в столе 2700, в столе 900, в столах за 300. 150 это уже просто стало как зайти, кофе с Мариной Володиной попить. Вот. А 30 уже как-то, ну как-то, если вы хотите серьезных денег, то зайдите к нам по-серьезному. Конечно. И, ну вот то, что касается работы, да, работайте, работайте. Если вы еще работаете на земле, значит, вы еще не на том уровне, чтобы бросить там работать. Если семья там требует или какие-то другие расходы. Но, би-фри, развивайте, углубляйтесь, добивайтесь таких, ставьте задачи, добивайтесь целей своей, чтобы можно было, в конце концов, не ходить 40 лет на работу, а сидеть вот теплее, не дует. Да. Ни шкалы не носишь, нигде за прилавком не стоишь, а на ярмарку ездишь по приглашению администрации города, по направлению от города, как представитель там пряничной фабрики или еще там чего-то, своих хендмейт-рукоделей, чтобы не потеряться. И ты уже узнаваема, тебе уже рады. То есть вот так. А потом можно бросить. Ну, оставить работу. Поэтому дяде, на которого мы работали, как выключить вот это вот? Само выключиться? Ну вот, а почему я с Мариной, вот как-то я в лайме доверила ей, а потом, когда мы поняли, что мы никуда не уходим, никуда, тупик. Настолько тупик, что можно голым остаться. Она мне говорит, я не была нигде раньше. Она говорит, Вера, я присмотрела, и меня зовут. Вот такая хорошая команда. И, ну, то есть перспективная. И она мне одно слово сказала. По принципу черной кассы в советское время. А у нас было такое на производстве. Думаю, о, здесь денег стопудово дадут. То есть в очередь или как-то, но все равно ты их получишь. Не то, что там какому-то дяде отдал, дядя собрался, на юху любой момент уехал, а ты остался. Думаю, никуда не пойду. Раньше не рассматривала никогда в интернете заработок. Думаю, ну все, это какая-то лажа полная. Какие-то детские игры. И вот она, Марина, взяла меня, говорю, да, пойду. Может быть, в который сто пятьсотый раз скажу, что не было денег на вход. Не было. Ребята, когда-то, бродя по рынку, ну, как сорока увидела что-то блестящее, подняла это, оказалась, золотая серьга. Так как одну не могу носить, кинула ее в шкатулку. И она у меня лежала-лежала и вылежала. Яна, ты даже помнишь, как я ее пошла в ломбард заложила и говорю, где теперь доллары купить, чтобы доллары вложить. И вы меня учили, как надо, куда положить деньги. Вот это был тот день, буквально, я говорю, шестое июля прошлого года. И даже если бы, наверное, были деньги в кошельке, я принципиально бы их оттуда не взяла, а нашла бы способ. Говорят, когда хочешь, найдешь способ, когда не хочешь, найдешь причину. Конечно. И я думаю, а возьму-ка я вот так, вот нейтрально, все, из кошелька у меня ничего не взято, ни копейки. И что у меня получится? И так и получилось. Перфект кошелек открыт, на кабинете тысячи долларов лежат, в кошельке деньги в кучку там друг за другом стоят, все цветет, все пахнет, все зеленеет. Я не нужна, я наоборот себя чувствую нужной. И семье, и внуку, и партнерам. И когда я уже не только зашла в миллионник, а еще и получать начала миллионы, переводя на русский язык, то тут люди вообще встрепенулись. Те, которые год назад вошли и сидели. А теперь меня спрашивают, а как, а где, а поделитесь, а какой вы секрет скрываете? Общение. У нас общение с людьми. И такое общение душевное. Вот я знаю, что хорошо, и я этим поделюсь. И чему могу, научу, чтобы и у вас было хорошо. Не из жадности, чтобы вас там к себе захапали, а чтобы вы научились, и тоже у вас все было шоколадно. И чтобы у вас получилась команда, и чтобы вы нужны стали людям. И чем большим людям мы это донесем, ну, тем больше олигархи будут богаче. потому что им не придется на нас деньги тратить. А нам зато многие скажут спасибо. Вот мы чего добиваемся. Помоги себе сам и, пожалуйста, поделись тем, что можешь. Поэтому в Новый год тоже захожу с добрыми пожеланиями, с такой вот позитивным настроем, рада, что с вами. Ни одного дня не было, чтобы я захотела сменить спонсора, захотела куда-то уйти, захотела бросить. Мягко сказано, думаю, ага, жирный кусок я тут брошу. Не, не брошу. Буду сама есть. Нет, цель есть. Не то, что вижу цель, не вижу препятствий. Они будут. Надо уметь их преодолевать. Волю в кулак, терпение и потихоньку, потихоньку в гору и дойдешь таки. И все дойдут. Кто будет делать, только делать. Уже это не надо истины открывать. Это истина прописная. Кто делает, у того получится. Поэтому всем желаю здоровья, терпения, силы воли, желания. Рисуйте цели и идите к ним. У вас получится. Ваша баба Вера. Супер. Вообще верно. Слушали на одном дыхании. Просто. Не могла бы еще, но надо уступить. Ребят, кто еще у нас хочет рассказать? К нам пришла на нема. Вот я как раз говорила, Гульнуру я не увидела, видимо, она не успела зайти. Я бы хотела дать слово Зариме, потому что это наша восходящая звезда. Это точно. Заримочка, мы тебя слушаем. Здравствуйте. Можно я без видео тогда с вами? Хорошо? Можно. Что-то я неподготовленная. Зашла. Всех приветствую. Всех приветствую. Да, я успела зайти. Сначала думаю, ну как можно создавать Zoom предновогодний на 100 человек. Начала даже немножко нервничать. Гульнур, кстати, здесь. Она с нами в чате тоже. Мы вместе с Гульнур пришли в Бифри. Ну, вообще, это был апрель месяц, по-моему, да, Марин? В апреле месяце мы разговаривали с Мариной. Я спрашивала про Бифри. Вот. И я ей говорила, что Марин, я приглашать не могу. Есть там для меня что-нибудь, как для инвестора? Она говорит, ну, конечно, есть. Можно начинать со столов, как инвестор. Там 300, 900, 2700, выбирай. Вот. И у нас, говорят, очень много инвесторов сначала заходили так, а потом, когда уже посмотрели наши результаты, из инвесторов превратились, ну, в тех самых пригласителей. Точно. Вот. Да. Ну, я как-то, послушала ее, посмотрела, а тут рядом еще, знаете, ну, ходят же эти проекты, инвестпроекты, где там можно каждый день получать проценты и все такое. Меня это как бы больше интересовало на тот момент, и я выбрала другое направление опять-таки. Думаю, ну, ладно, есть у меня деньги, я лучше вложу сюда, я буду получать там столько-то, ну, себе нарисовала все эти цифры. Вот. Ну, и ходила, так я полгода по лесу темному, так скажем. Ходила, ходила, много еще повидала, где-то заработала, где-то, как говорится, потеряла, но самое главное, что меня тревожило, это то, что команда моя, которая ходила за мной, все-таки не успела, да, вернуть даже свои деньги в некоторых проектах, и последние полгода эти скам за скамом, эти администраторы проектов начали работать только на себя, то есть я видела, что, ну, деньги собираются, 3-4 месяца, все, и проект закрывается, люди не успевают не то, что там свое, да, вывести, остаются, так скажем, у разбитого корыта, и меня больше всего это гложно. Ну, и потом, вспомнила я про Марину, и решила ей написать, долго искала контакты, вообще-то мы с Гульнур, вот Гульнур тоже мой партнер с этих проектов, мы сидели, голову ломали, что же делать, как быть дальше в инвест-проекты больше мы идти не хотим, что же делать, ну, где найти такое место, так скажем, да, такую нишу, где можно было бы спокойно работать, не думая о том, что, а что будет завтра, то есть спать спокойно, и не думать, что проекция скамится, матричные проекты, вот, ну, просто, когда мне предлагали матрицы, я всегда говорила, нет, 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 я ни за что матрицы не пойду, ну, и все-таки мы с Гульнур решили рассмотреть матрицы, рассмотрели мы на тот момент около 7, даже 11, потом, да, в процессе, матрицы, консультировались с лидерами этих проектов, и консультировались с Мариной, а Марина на тот момент она уже в Бетламе была, и мы хотели узнать, ну, у человека, да, который уже и там, и тут, в чем разница, где лучше, вот, и нам очень понравилось, как Марина преподнесла нам все это, и мы с Гульнур решили зайти сюда и привезти сюда свою команду, ну, скажем сразу, не все наши с командой люди пошли за нами, да, ну, мы это и предполагали, что не все это примут, кто-то ушел в другие проекты, опять-таки, но есть люди, которые поверили нам и пошли за нами, ну, что сказать, Марине хочу сказать огромное спасибо, девчонки, всем спасибо, вот, пришли мы сюда с командой и вот поставили просто себе цель, да, я поставила себе цель, думаю, что бы то ни было, кто бы там, что бы ни говорил, мне нужно до Нового года дойти до этого стола 8-100, любым способом, вот, и было все, и в команде были там и разлады, и нытики, ну, вы, наверное, все сами понимаете, да, как бывает, не буду вам говорить, вот, и я на них отвлекалась и не знала уже, как, что делать, как их, как говорится, пинать, уже и Марине там жаловалась, ну, как же быть, она говорит, зарема, это все я проходила, это все пройдет, то есть она меня всегда поддерживала, всегда меня чему-то учила, вот, бывало так же, иногда даже с Мариной немножко, да, у нас так этот, я чего-то не понимала, она меня недопонимала, ну, в общем, притирались, так скажем, да, вот как притираются в браке, так, два человека, которые друг друга не очень-то знают, но получилось же, получилось же, 8-100, 8-100 стал взят, у меня было только эмоции, это, ну, я не знаю, у меня, знаете, я думаю, а если, а когда я получу еще выплату, это что же будет-то тогда со мной, надо себя немножко успокоить, и команда ликует, и в команде у нас 13 человек вышло на участие в промоушен, это вообще, я так рада за наших ребят, я рада за команду, я говорю спасибо всей нашей команде, я говорю спасибо ребятам, которые поверили в нас с Гульнур и пошли за нами, и которые, ну, как бы, и терпят, да, потому что вы поймите, что в инвестициях мы все привыкли каждый день что-то дополучать. А здесь-то надо сидеть и ждать, ну, как, не то, что сидеть и ждать, то есть немного должно пройти времени, чтобы получить какой-то результат. Ну, я как говорю, ребята, мы всегда сравниваем теперь BeFree с инвестициями, и мне легко сравнивать, я говорю, вы посмотрите, ну, в каком инвестпроекте, даже привести, да, вот с собой рефералов, так скажем, вы приводите двух партнеров, и где вы можете получить стопроцентный возврат, нигде, при таких действиях нигде. То есть у вас, да, есть у вас с первой линии там 10%, со второй линии 5%, но даже когда Гульнур у нас любит считать, Гульнур посчитал, что если бы я пригласила в проект тех же самых людей, то же самое количество людей на те же самые 150, сколько бы у меня было в этом, в долларах, ну, так скажем, сумма какая была бы в той инвестиции, и какая есть сейчас, ну, это вообще там разница огромная. То есть мы приводим вот такие параллели, да, у нас проходят, мы смотрим, что бы было в инвестициях при таком раскладе, и что есть у нас сейчас при таком раскладе в BeFree. Да, есть многие люди, которые не умеют приглашать, но мы с Гульнур помогаем этим людям, мы говорим, вы хотя бы, если вы не умеете говорить, преподносить, ну, давайте мы будем выходить, точно так же с этим человеком говорить, голосом там на Zoom, и будем помогать вам заводить этих партнеров в наш бизнес. И вообще мы говорим о том, что это наш бизнес, не просто компания, да, а наш бизнес. Мы приглашаем партнеров встроить вместе этот бизнес и относиться к проекту не просто как к проекту, а как к своему бизнесу. И я всегда говорю, давайте даже вот на земле, да, в реале, чтобы построить свой бизнес, человек должен вложить, и вложить немалые деньги. Но по сравнению с этим вы в BeFree вкладываете всего лишь один раз. И я не скажу, что это огромная сумма для того, чтобы организовать и строить свой бизнес, который вам будет потом приносить очень много дохода. И вот на земле, я говорю, сколько времени должно пройти, чтобы вы вернули хотя бы то, что вы вложили в свой бизнес. Но это как, ну, минимум, ну, год. Минимум, да. Минимум год. Вот если вы готовы и здесь точно так же вложить и предпринимать какие-то действия, и если вы будете действовать, то это не будет год. Это будет намного меньше, а в течение года вы еще будете получать доходы, вы будете получать прибыль. И я понимаю, что когда человек уже видит то, что он действительно получает, что это не нарисованные деньги, как многие, да, там иногда говорят, что их можно вывезти. И тогда, конечно, у человека появляется азарт. Ну, и вот то, что наши переходы, партнеров моих и в 2700, и мой переход в 800 тоже дал такой толчок некоторым людям. Да, у них загорелись глаза. И я думаю, что когда я получу первые свои полмиллиона, то глаза еще больше загорятся, и люди, наверное, начнут все-таки двигаться и понимать. Немножко нужно поменять мышление. Мы настолько привыкли в этих за два года в инвестпроектах. Вот я сама привыкла к тому, что вот я туда вкладываю, там получаю проценты. И сейчас я начала смотреть на мир другими глазами и хочу точно так же, чтобы и мои партнеры, и все, кто в команде, и все, кто еще не пришел в BeFree, а только сидит и наблюдает, тоже посмотрели на этот мир моими глазами, своими глазами, да? Но немножечко по-другому. Поэтому я говорю Гульнур, тоже огромное спасибо, потому что она рядом со мной, мы вместе, и вместе нам намного, ну как, и веселее, и, наверное, проще работать в команде, потому что одной сложновато, а когда вместе, получается все, я думаю, что у нас все получится, я просто в это верю, и все. Кто бы там что ни говорил, у меня все, есть одна цель, я иду к ней, я в это верю, и знаю, что получится, потому что с нами рядом вы, Марина Володина, и все вы, девчонки, с которыми я вот лично, да, еще не знакома, но надеюсь, что в процессе работы мы будем еще знакомиться, будем с вами общаться, и спасибо вам всем огромное, еще раз поздравляю вас всех с наступающим Новым Годом, всех благ вам, здоровья вашим деткам, всей семье, ну, и чтобы этот год тоже был намного денежнее, чем предыдущий, ну, чем этот уходящий, ой, не знаю, столько эмоций, что вам еще пожелать, что еще рассказать, думаю, что все рассказала, и если бы Нур не слышит, хотел бы, чтобы она тоже присоединилась, и рассказала тоже свою историю. Уличка, поговори с нами, пожалуйста. Это, конечно, обалденный, обалденный тандем, потому что Зарема такая яркая, она такая огненная, Бульнур очень умница, она все считает, она вот, знаете, все вот такая вот, молодец. Да, да, если что-то, я сразу, я говорю, так, Бульнур, вот это, 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 давай посчитай. Она любит очень считать, я говорю, ну, давай считай, и потом мы вместе начинаем все продумывать, сходы-выходы, где же можно кому помочь. Это очень финансовые шаги, это расклад такой полный. Да. Вообще молодцы. Мне с Гульнур вообще повезло. Черт дружбы не терять. Да. Да, всем здравствуйте. Гульнур, слушаем. Здравствуйте. Я, как Марина из Ремок, конечно, говорят, ну, я не такой эмоциональный человек, да, я считовод, поэтому я, ну, что могу сказать, сказать всем большое спасибо за ремя, Марине, конечно же, большое спасибо. Всем лидерам, вышестоящим, иногда приходится, и у вас что-то узнать, что-то спросить, какие-то нюансы, моменты. Ну, про себя могу сказать тоже, что я в интернете только еще второй год. Начала, конечно же, как и все. Спасибо. Наверное, все с этого начинали. Вот. И когда мне еще летом Зарема сказала, давай, может быть, вот тут в Матрицу зовут, я еще посмеялась, я говорю, не смеши меня, ты что такое говоришь. Каждый день платят везде. Вот. И когда уже мы дошли до тупика, и все наши ребята, вся наша команда, естественно, нужно было уже с холодной головой принимать решение и уходить с этих хайпов. Начали, да, рассматривать Матрицы. На тот момент до общения с Мариной я стала в 8 Матриц. Зарем, по-моему, 5 из них рассматривала. Вот. Потом с Мариной пообщались. Вообще, как бы, до момента общения с Мариной у нас было уже практически принято решение Зарема идти в Битлайн. Вот. Из всех Матриц рассмотренных. А потом уже, когда мы с Мариной пообщались и поняли, что лучше в Бифри ничего нет по маркетингу. Очень. И решение, да, идти уже. Да. Я вспомнила про Марину тогда. Я говорю, Гульнур, подожди, у меня была женщина, да. Да, и вот когда мы с Мариной пообщались, мы поняли, что... Я в контакте ее потом нашла, Марину. Она всегда в любой момент действительно ответит на любой вопрос, подскажет, что, где, куда, как лучше. Поэтому вот приняли решение и 29 октября мы с Заремой зарегистрировались. Вот через два дня будет два месяца, как мы в Бифри. Спасибо всем большое. Я, в принципе, мало что говорю всегда. Я считаю, обращайтесь. Мне также до сих пор отправляют каждые два-три дня новые матрицы. Говорят, вот рассмотри, может интереснее. Я, конечно, уже сейчас мало что рассматриваю из матриц. Я говорю, нет, я знаю, что у вас все равно нет таких цифр, нет таких доходов, как Бифри. Но когда уж очень-очень просит ребята, чтобы, допустим, там для переговоров, да, им можно было апеллировать какими-то цифрами, там доходами. Вот иногда тоже считаю. Обращайтесь без проблем. Про любую матрицу, наверное, я уже все знаю. Мне какие доходы и сколько людей надо, какую армию. Вот. Спасибо. Всех с наступающим Новым годом. Так, а я не ослышала, что вы за два месяца Зарема дошла до 8-100. Да, за два месяца. Даже двух месяцев нет. 8-100. Нет еще двух месяцев. По-моему, это рекорд, да, Яна? Да, рекорд нашей команде, ребята. Это вообще вы бомбите просто вообще. Да. Это просто нечто. Молодцы. Вот. И наша цель всю нашу команду точно так же довести до этого стола. То есть мы работаем над этим. Ну, я думаю, что у нас все получится. Тем более с такими лидерами, как вы, почему бы не получится. У нас есть к чему стремиться. У нас есть примеры. Мы показываем все свои начисления, мы ничего не скрываем. ну как, в команде есть, как говорится, разные, да, люди. Есть люди, которые привыкли сразу все что-то иметь. Вот. Бывает разное. Ну, со всеми пытаемся найти общий язык, как говорится, и рассказать, и показать, в чем разница, что здесь можно немножечко время вот это продлить, ну так скажем. Я говорю, как обычно я говорю, вот вы идете в бан, вы понесли туда, допустим, вот эти свои 150 долларов. Через год вы получите сколько? Плюс 5 процентов. Правильно? Ну, здесь я говорю, через год вы точно получите и свое, и еще плюс с лихвой. Но опять-таки, надо что-то делать, не просто сидеть, а хотя бы просто рассказать. Не получается рассказать, я говорю, добавляем своих партнеров в наш чат, где мы рассказываем, где мы показываем свои результаты. И вот я говорю, перед вами пример. Даже мне один человек написал, что он очень много слышал про матрицы и слышал, что с кем бы он ни общался, из обычных партнеров, и они все говорили, вот там наши лидеры получают миллионы, но я еще до этого не дошел. И я первый раз, говорит, общаюсь с человеком, вот с тобой, ну как бы мы с ним немножко были до этого знакомы, первый раз, вижу человека, которая вот, ну как бы дошла до таких результатов, что это не кто-то, какой-то незнакомый человек, а вот ты, человек, которого я знаю. И я говорю, ну вот это же реально, понимаешь, что это все реально. Вот. И задумался он, говорит, да, это все реально, он пока еще наблюдает, ну наблюдателей, знаете, я тоже наблюдала, получается, полгода, поэтому я ничего не могу людям сказать, что ты что там сидишь долго, давай уже заходи, пусть наблюдают люди, и каждый примет свое решение, наверное, придет то время, так же, как пришло и у нас с Гульнур, сколько матриц, да, мы чуть не зашли в этот Битлайм, потом я вспомнила про Марину, я говорю, Гульнур, давай, я говорю, вот в Бифри была, говорю, женщина такая, Марина, я сейчас найду быстренько ее контакты, давай мы еще и с ней поговорим, потому что нас лидеры с Битлайма чуть, ну вот еще бы немножко все, мы бы туда уже точно зашли, мы выходили так же с ней на зону, Ребят, давайте дадим немножко слово другим, да, Марина, еще кто-то есть? Зарема, спасибо большое. У меня Лена Баринова, вот я вижу, ну у меня Лена Баринова тоже прекрасно работает, и вы знаете, я вот хотела сказать, как раз, я бы очень хотела дать слово Лене Бариновой, потому что она работает, вот все гениальное просто, она очень просто работает, вот пусть она скажет, для новичков, что ничего не нужно там, не знаю, диссертацию писать, понимаете? Лен, ты на связи? Ну и Ане хотя бы, хотя бы две минутки Ане. Лена? Здесь она нет? Здесь? Здесь, да. Я ее прошу включить микрофон, ага. Леночка, включи микрофон. Лена? А я тоже на нее нажимаю, ну, надо просто ей нажать, да, на микрофон. У тебя микрофон перечеркнут, надо нажать. Лена работает очень активно, она буквально вчера мне говорит, у меня говорит, тот человек думает. Это я вот хочу сказать к тому, что когда вот мы расстраиваемся об отказах, и вот вы слышали Зарему, полгода назад она мне отказала, понимаете? Вы не воспринимаете отказ, как вот все, большой кресло, брошу в ноутбук, в стену, да? Вы расстаньтесь с человеком так, чтобы у человека вы остались в памяти, чтобы он вспомнил вам, когда у него жетон провалится, когда придет его время. Вот у Лены Бариновой, ой, это вообще, вот молодчина. Лена, выйди на связь, прошу тебя. Вот пусть она сама скажет. Видимо, не выйдет. Ну вот еще у нас Аня, конечно, Аня работает просто, я бы сказала, ювелирно. Аня так строит свою команду, тщательно, не спеша. Вот у нее будет все хорошо. Вот просто она долго шнурует бедцы. Анечка, скажи нам пару слов. Да, ребят, всем привет-привет. Включила камеру. Здорово. Что? Я в первую очередь, я хочу поздравить всех, всех с наступающим Новым Годом, всех партнеров, свою команду, своего непосредственного наставника, Марину Володину. Огромное спасибо, Марина, вам за помощь, за ваше терпение, за то, что я очень рада, что попала в вашу команду. Также огромное спасибо нашим звездочкам, нашим путеводным звездочкам, Саше Волдарево, Яне Кухарево. Это вот те лидеры, на которых мы равняемся, за которыми мы бежим. Жим. Желаю вам всего-всего самого лучшего в 2022 году. Ну и, конечно же, огромной благодарности админ-команде, да, Анне Михеевой, за то, что она создала такой проект. Татьяне Романовой за ее бесподобные вебинары, когда садится батарейка, когда кажется, что уже все, нет сил, все уже, уже как-то прям тяжко, да, как-то руки порой опускаются, да, идешь на вебинар и все. Позитива хватанул, энтузиазм на высоте, и все, опять работаешь, опять ролики, соцсети, все классно, все здорово. Огромное спасибо вам, девчата. Ну, что я хочу сказать? Я в компании BeFree работаю год, миллионными доходами пока похвастаться не могу, но у меня еще все впереди, прям буквально впереди, да, у меня на сегодняшний день открыты все столы в автохаусе. Огромное спасибо моим партнерам за то, что тоже работают, учатся, развиваются. Только благодаря своей команде и помощи, вообще команде своего наставника, да, я добилась таких результатов. Конечно же, один на один, вот мы сами по себе, как бы, ну, что мы, ничего не сможем. Самое главное, это командная работа, только в команде можно добиться успехов. До BeFree я тоже рассматривала только матричные проекты, вообще я вот в интернете уже три года, срок такой, конечно, небольшой, но так как я юрист по образованию и по профессии, на данный момент я сижу во втором декрете подряд, ну, скажу сразу, из декрета выходить я не планирую на работу в найм, потому что у меня есть BeFree, вот, то есть, вот даже за два года работы в других матричных проектах, ну, поняла, что что-то не то. И когда в мою жизнь пришел BeFree, я тоже так осторожненько заходила пощупать, проверить, и когда уже вникла, зашла не с первого раза, тоже, зашла, посидела в чате, ушла, но в голове сидела мысль, что что-то вот, что-то вот нужно в этом разобраться. И когда уже вникла, конечно, это просто бомба. Ребят, никакие вообще матрицы, ну, на самом деле, возможно, есть еще достойные проекты, но то, что я изучала, то, что я работала до этого, то, что я изучала в процессе работы в BeFree, потому что же все равно поступают предложения, либо где-то что-то увидишь, да, рассматриваешь, опять же, в сравнении для отработки каких-то возражений, то есть, ну, я не встречала проекта достойнее, чем BeFree. На самом деле, самый легко, как сказать там, легкодоходный, что ли, то есть за те же действия получаешь гораздо больше, да, нежели в других проектах. Поэтому я очень-очень благодарна судьбе, что в моей жизни появился BeFree. Огромное спасибо всем в команде. Вот. Очень-очень я счастлива. Спасибо. Так, Елена Барина у нас зашла. Может, попробуешь, Лен? Она пишет, что есть не телефон. Девочки, я хотела сказать еще про одну нашу чемпионку. Вот меня тут девчата поправляют. У нас еще есть чемпионка Эльвира, которая тоже за два месяца не только пришла в 108-100, но и две выплаты в 8-100 сняла. Вы жгете. Представляете, да. И это еще, я считаю, что только самое начало, потому что там вообще, конечно, у Светы Берестяной такая вот ветка. Это нечто. Очень сильные девчата. Эльвира, ты тут? Да, Эльвира. Бери микрофончик. Должна была с нами. Тут она. Эльвира, попробуй. Вот я вижу, ага, все, слышим. Ну, моя история, в принципе, ничем отличается. Я уже несколько лет в сетевом маркетинге и, в принципе, понимаю суть построения структур, да, и как это все выстраивается. Да, для меня тоже проект матричный. Это один из первых проектов, хотя у меня был выбор либо Lime, да, либо BeFree. Вот, но мы с командой посовещавшись, собрались и сделали выводы и пришли в BeFree. Для меня построение структуры, конечно, важно. Почему? Потому что все легкие деньги, они находятся, ну, быстро сгораемые. Здесь очень много говорили про инвестиционный проект, это нужно понимать. А где есть построение структуры, там всегда деньги. Да, они отложенные, но они есть. То есть, в зависимости, как вы будете работать, да, то есть, этот результат будет у вас. Больше особо и вам сказать ничего такого прям интересного, сверхъестественного не скажу. Здесь идете и делаете, и все будет. Конечно, благодарность и выборе, да, то есть, и выборе партнерства, с кем работать и как работать тоже. В Бифриш тоже предлагали несколько людей на, именно, в какую команду прийти. Я очень благодарна, что я пришла в команду именно Светланы, Марины. Сейчас очень дружненько работаем, хорошо все это. Всем желаю, чтобы у вас также были большие чеки, большие результаты и очень-очень дружная команда, которая будет с вами везде доверять вам. А как доверие происходит, то есть, как построение вот это происходит, командного духа. То есть, это как раз происходит из-за веры в себя, то есть, что вы верите в себя, вы это преподносите, то есть, себя как правильного лидера, знание продукта, то есть, знание компании. И вот это все дает большие результаты и быстрый процесс. Всех наступающим. я просто девочки немногословные, кто меня знает, я не очень люблю и прямые эфиры, и, ну, неэмоционально. Олег Дела, да, я полностью согласна, мы просто офигевали от движения ее команды, но она так немногословно. Ну, уверена. Молодцы. итак, у нас еще кто-то есть выступающий, Марин? Много девочек хотела выступить, я просто хотела, конечно, именно Лену Баринову услышать, для того, чтобы не пугать новичков. Я бы вот с удовольствием дала слово Рамилю, потому что Рамиль работает, ну, я просто даже не знаю, у меня все молодцы, я даже не знаю, кого выделить. Всем привет. Привет, Рамиль. Привет. В первую очередь давайте познакомимся, кто не знает, зовут Рамиль. Работаю уже, так сказать, полгода с вами вместе. Хочу всех поздравить с наступающим. Ну, что хотелось бы сказать, наверное, будет многим сейчас знакома фраза, как я попал в компанию BeFree. Да, очень просто, да? Действительно, очень было просто, я просто посмотрел на себя со стороны и просто понял, что пора что-то менять, надо начинать. И этот вот процесс буквально у меня занял, наверное, две недели. Извините, у меня, конечно, шумно, что на работе просто. Почему две недели? Просто меня пригласила Рита и сказала, вот тебе все, что я знаю об этом проекте, то есть знаю ничего, бери и изучай. И вот такая хипа информации полетела смс-сообщение, там, изображения, картинка, и все началось. И я думаю, за что браться? Как изучать? Что изучать? Рамиль, я сама ничего не знаю, но я знаю, что надо идти. Тут деньги. Я просто удивился, действительно, и думаю, ну, если уж этот человек говорит мне, что надо идти, надо изучать, я действительно начал все изучать, и все потихонечку пошло-поехало. Действительно, как многие говорят, охота была бросить, я не знаю, наверное, на десятое нет, просто развернуться, послать, как говорится. Но вот эти цели, да, и вот это состояние, вот это, к чему я уже дошел, вот это вот безденежное, вот это вот. Ну, весь процесс моей жизни действительно меня вот так это все до такой степени уже достало, что я сказал, нет, я назад не пойду. Я иду только вперед, я иду только за своими лидерами. Да, это первые лидеры, конечно, что мне сказали, есть такая Саша Болдырева, Яна Кухарева, я с вами лично, конечно, не знаком, но уже мне сказали, что эти люди за полтора-два года, добились таких успехов, Рамиль, да, что можно, я просто посмотрел на вас, да, такие же люди. Точно. А что особенного у вас, я посмотрел, проанализировал, сказал, да, я буду работать. и полгода столмиллионник взят, это здорово. Ну, действительно, это просто шикарная компания, я честно говорю, я прям тем, кому рассказываю, я просто говорю, тысячу процентов даю, что вы здесь не только свое вернете, но еще и заработаете. Это прям вообще для меня, конечно, я прям в действительности вообще до этого ничего подобного я еще не встречал. Вот эти промоушены, вот эта самая обстановка, разговоры с людьми. Ну, действительно, здесь себя чувствуешь просто как дома. И при этом еще зарабатываюсь. Это здорово. последние вот мои заработки, которые были, два по 900. Я просто, я хотел кричать на весь мир. Все в BeFree. Все в автохаусе, все в BeFree. Просто идем за нами. Просто не теряйте свое время. Ну, действительно, это вот оно того, что я не на себе вот на сейчас даже не пожалел о том, что я в компанию и зарабатываю вместе с вами. И, действительно, вот это это бомба по-другому. Бомба. Поэтому скажу так вот всем новичкам, кто еще не с нами, как говорится, да, ребята, надо идти. Надо просто взять и не упустить этот момент. Тогда, я думаю, все, 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 все получится. Есть до и после, вот это действительно про компанию BeFree. Куда бы сейчас меня не звали, да, какой бы ни был проект, я говорю, остановитесь, давайте лучше я вам предложу то, что вам действительно поможет поменять свою жизнь полностью на до и после. Но действительно она так и есть. Спасибо вам, что вы есть. Такие примеры подражания, действительно, вот когда говорили мне, а что ты заработал? Я говорю, а вот есть Яна Кухарева, хочешь покажу, что она заработала? Действительно, это хорошо, когда есть такие лидеры и есть, что показать. Саша Болдуева, Марина Володина, Роза. Ну и, конечно же, действительно, первая линия. Я вот, как говорится, от вас всех все питаю оттуда сверху и забираю их себе и передаю своим, конечно, партнерам, новичкам, которые тоже действительно уже сейчас, вот многие у меня, кто не верил, они просто загорелись, они говорят, мы тоже так сможем и пойдем с вами. Хорошо, что есть у нас такие лидеры и просто, как говорится, как ты себя поставишь. Действительность это все правильно и работает. Как ты себя поставишь, как ты себя покажешь, так и будут за тобой идти. Поэтому для меня сейчас, наверное, компания BeFree даже действительно получше найма будет. Поэтому ну, что можно еще сказать? Конечно же, вас еще раз всех поздравить с наступающим, со всеми праздниками. Финансовое благополучие, я думаю, оно у нас у всех будет, потому что мы уже здесь. Берегите себя, здоровья вам всем. Ну и удачи, везения, конечно же, во всем. Спасибо. Спасибо, Рамиль. Я прямо эту фразу вот себе возьму в любую презентацию. Жизнь до и после. Да, да. Точно. Это правда. В точку, да, вообще. Так, у нас на Zoom должна быть еще Наташа Каврина. Наташа, ты здесь? Есть я. Я есть. Привет. Наташа, я хочу дать тебе слово, потому что миллион месяцев, миллион месяцев. К чему это привело, да, Наташа? Мне кажется, тебе что рассказать? Вот как только что сказал Рамиль, да, Марина сказала, да, жизнь до, жизнь после. Да, ребят, на самом деле у меня тоже жизнь настолько разделилась вот на две части, на две половинки. И сейчас вот последние вот дни перед Новым годом, последние дни уходящего года, я подвожу итоги минувшего года, да, я ставлю себе вот эти галочки, и помните, как Иван Васильевич меняет профессию, когда этому Федьке на грудь орден прилетел, и меня прямо сразу вот так вот хочется сделать. и я понимаю, что я реально могу собой гордиться, потому что столько, столько достижений, столько событий, которые у меня произошли вот за этот год, он был настолько насыщенный, причем во всех отношениях, да, во всех сферах моей жизни, и я понимаю, что я со всеми событиями, вот этими, да, я со всем справилась, я со всеми проблемами справилась, я столько приобретений сделала, и настолько, да, действительно, и гордишься собой, и влюбляешься еще больше в эту компанию, и ты понимаешь, что, ну, а если бы вот мне вчера пришла в голову мысль, когда был вебинар праздничный, и когда Анна Михеева взяла слово, ребят, вот я как начала реветь, когда она начала говорить, я продолжала реветь, я пошла в кабинет, я написала отзыв, потому что, ну, я просто представила, а если бы не было этого всего, а если бы нет, вот в какой пятой точке я бы сейчас была, ребят, я вообще просто, даже представить тяжело, да, во-первых, ну, закончить лечение, да, от рака с близкого человека, это, это очень дорого, это, ребят, большие суммы очень были, уволиться с найма, еще одно, да, достижение, купить машину, пускай поддержанную, пускай не из салона, но, ребят, за свои деньги заработанные не в кредит залезть, а за свои, и никому не остаться должным при этом, вот, потом, ну, я уже молчу про такие, да, там мелочи, как там стиральная машинка, ну, бук, тоже, протеяно-сенсорные у меня, я у тебя вот смотрела, вот, это так круто, так удобно, я обалдею, у меня мышку, я купила, я не пользуюсь практически, вот, и, вот сейчас, да, получается, в конец года я догасила раньше времени ипотеку, ну, там, пускай это было немного, но все равно я этот груз с плеч сбросила, и 24 декабря вот это состоялась сделка, на которой я выкупила часть квартиры у бывшего мужа, да, мы с ним оговорили полюбовно, да, сумму, сошлись на определенной сумме, и я понимаю, что я эту сумму заработала, я ему могу вполне вот так вот взять и отдать, да, мы оформили это нотариально, переоформили на меня квартиру, все, опять же, еще один груз такой с плеч, я полноправная хозяйка квартиры, я уже не буду дергаться, что меня кто-то, да, от кого-то я завишу, потому что вот на самом деле если бы, ну, люди-то разные бывают, и что могло бы быть, если бы я эту сумму не выплатила, у него в новой семье уже родился ребенок, и он бы просто на полных правах прописал его в нашей квартире, купленной в браке, и еще 16 лет я жила бы на птичьих правах, потому что квартира была бы непродажная, то есть я понимаю, что это я вообще огромное дело сделала, да, и я теперь могу быть просто спокойной, ребят, ставлю цели на будущий год, смелые, вообще вот просто смело ставлю цели на будущий год, вот оно все, это моя счастливая тетрадка, мой счастливый год, молодец, все в тетрадку, да, все там прописываю, и понимаю, что я это все сделаю, потому что с нами есть наша компания, есть наша крутая, крутая команда, круть, крутая, которая, ну, просто здесь, здесь нереально, если ты хочешь, если ты делаешь что-то, да, если ты не лежишь, в направлении мечты, то ты, у тебя все получится, потому что тут слева, справа, сзади, спереди поддержка, вот тебя, тебя вот так, плечом к плечу, да, ноздря в ноздрю тебя несут, и команда, да, благодаря команде нашей, это просто, не знаю, у меня слов иногда не хватает, команда огонь, есть с чем сравнивать нам, да, и, ребятки, я всем хочу пожелать в новом году, спасибо, Марин, всем хочу пожелать в новом году, чтобы ваши мечты все сбылись, и мечтайте, не бойтесь мечтать, вообще не бойтесь, не бойтесь по-крупному мечтать, потому что, если вы будете прилагать к этому усилия, ваши мечты с нашей компанией, с автохаусом, просто сбудутся непременно, и вы тоже будете вот эти галочки себе ставить, и гордиться собой, и ваши дети будут вами гордиться, вот это самое главное, ну, всем спасибо, ребят, всем с наступающим Новым годом, и всего самого прекрасного, самого чудесного, волшебства, сказки, чудо, всем в новом году, а с нашей компанией это реально, спасибо, ну что, ребят, приступим к нашему, приятному, делу, так, я запускаю, демонстрацию экрана, итак, давайте я еще раз повторю, что у нас лидеры, я сейчас повторю имена и фамилии, которые участвовали в призовом фонде, потому что не все партнеры понимали, думали, что это промоушен от компании, ребят, это краудфандинг, краудфандинг, а мошен от нашей команды Круть Крутая, да, команда Круть Крутая, я не знаю другой такой команды, где все это происходит, и где могут люди с легкостью подарить 2000 долларов своим партнерам, чтобы партнерам было еще более радостно быть в нашей компании, будут призы по 50 долларов и будут призы по 100 долларов, давайте я назову имена и фамилии, значит, призовой фонд вложили, как это составили, да, Александра Болдырева, Яна Кухарева, Елена Богданова, Анастасия Саватеева, Наталья Каврина, Наталья Кочеткова, посмотрите, сколько людей, Ирина Лунина, Марина Володина, Юлия Ткач, Анна Рыбарова, Кирилл Котенко, Наталья Полоскова, Марсель Загидулин, Гульнара Хусаинова, Аушра Станкевиченя, Ксюша Городнича, Любовь Степанова и Анна Конева. Представляете, сколько людей поучаствовало вот в этом классном мероприятии. Смотрите, у нас 15 призов по 50 долларов и среди партнеров, которые купили сразу 3 места в столе 300, золотой треугольник. И у нас 15 участников. Повезло всем этим участникам. Повезло всем этим участникам. Ну, тут мы понимаете, что мы не разыгрываем по 50 долларов. Все дружненько получают. Мы всех поддерживаем. 15 участников. Они все получат по 50 долларов. Супер. Переходим к нашему розыгрышу. У нас с вами по списку сейчас я посмотрю. 123 участника. Так, диапазон от 100 до 123. И у нас... Так, возвращаюсь. Я посмотрю количество призов. И у нас 23 приза. Так, количество чисел ставлю 23. Ну что, ребят? Держим кулачки. Так, исключить повторение. Галочка. И раз, два, три. Погонировать. Так, подождите. О! О, все! Пожалуйста, делаем скрины. Я тоже сейчас сфотографирую. Так, сейчас, минутку. Вот счастливый кино. Сфотографировано. Так, и теперь мы переходим к нашему сюрпризу. Смотрите, что мы придумали с Яной Кухаревой, чтобы нам еще больше порадовать партнера. Мы решили разыграть 100 долларов. Не один приз сделать, а сделать два приза. Разыграть его между участниками первого списка и между участниками второго. То есть мы сейчас объединим. У нас получается 15 плюс 123. Это у нас с вами... Так, сколько у нас с вами? Сейчас посчитаю. Чтобы не ошибиться, не дай бог, 15 плюс 123. 138. Количество чисел будет 2. Так, диапазон 138. У нас будет 2 счастливчика по 100 долларов. Да. Нифига 100 долларов, да, ребят, Дарья? Вообще огонь. 100 долларов к Новому году 8200 рублей. 50 долларов – это 4100. Это можно уже накрыть стол, сделать подарки, ребят. Это очень вообще тоже хорошо. Ну что? Нажимаю сгенерировать. 65 и 68. Ну, ребят, это надо посчитать. Сейчас расскажу, кто это. А как считать, да? Да, тут немножко, видите, нумерация же сдвинулась. Вот. 15, 16, 17. Так. Кто тут быстро может сосчитать это? Может, с конца пойти? Так, 138. Сейчас посчитаю по списку. Ну, 50 и 53, получается. Так, а какие логины? Вы поняли? Или нет? Ну, ребят, сейчас мы посчитаем, тогда и напишем в чате, потому что это надо внимательно посчитать, а не так вот по-пухах. Это середина списка. Это мне нужно просто сесть и соединить. Кто-то со второго списка, да, это. Да. Наверное. Вот. Поэтому, получается, где-то, наверное, я так думаю, строковые это числа, наверное. Ну, сейчас, давайте тогда мы уже в чате напишем. Еще раз продублирую вот эти вот списки. Вы сами все тоже посмотрите и перепроверите меня. Ну, все. Теперь я хочу дать слово тем, кто хотят еще поздравить наших партнеров. И будем закругляться. Кто-нибудь, может быть, хочет пожелать что-то нашему? Можно я? Ага, Диночка. Меня слышно? Да, да. Хочу вот, да, всех поздравить с наступающим Новым годом. У меня тоже такие прям эмоции сегодня. У меня было движение в команде. У меня Галина получила выплату в 100-90 долларов. И еще будет движение, скорее всего, до конца года. Поэтому, я не знаю, я такая счастливая, что вообще вот, когда-то вообще пришла в эту компанию, встретила Яну. Вообще вот, то, что если бы у меня реально есть до и после компании BeFree, потому что, чтобы было до, у меня Яна знает тоже, как бы было состояние. И вот вообще, как я приобретилась, когда я сюда пришла, я всему научилась. Все, начала как-то разбираться. Всему учу и стараюсь, 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 стараюсь. Конечно, главное, что я не стою на месте. Я хоть ползу, но я ползу к своей цели. Главное, что двигаться. Надо делать действия. И надо, надо обязательно идти к своей цели, к своей мечте. Потому что я знаю, чего хочу. У меня есть цели, которые я достигну обязательно. Если в конце года, то в начале следующего года обязательно я уйду с наему, как получаю 8 тысяч долларов сразу. Сразу бросаю все. И буду жить и радоваться жизни. И у меня команда тоже так активна, позитивна. Просто, не знаю, мне эмоции переполняют. И всех поздравляю с Новым годом, с наступающим еще раз. И желаю всем, конечно же, новичкам, кто еще у них в нашей команде, кто в нашей команде стремится к столу-миллионнику. И потому что у нас такой труд. Просто в кайф. Работу надо любить. А вот я работу свою обожаю в BeFree. Потому что, ну, как можно не любить, когда такие деньги платит команда. И я уверена, что все, кто еще не в нашей команде, не в нашей компании, они будут обязательно у нас. Поэтому, ну, просто, понимаете, у меня сейчас прямо щенит сердце от того, что, от гордости, что я у нас в команде, в команде Курс Крутая. И все, все, все к нам приходите, не пожалеете. Вы только будьте самыми счастливыми людьми на свете. Спасибо большое. Спасибо, Альбин. Еще кто-нибудь что-нибудь хочет? Можно я скажу? Можно. Всем здравствуйте. Меня зовут Ольга Акулова. Хочу, тут произошло такое событие, пока у нас проходил зум праздничный. Я в этот момент, так как у меня партнер моя, прокупила место в автохаусе, перелетела вторым местом в стол 900. И тем самым мой вышестоящий спонсор, Евгений Белоусов, получил выплату 900. Это очень круто перед Новым годом. Я его поздравляю от всей души. Себе тоже за Новым годом перелететь тоже в стол 900, получить точнее выводу. Я очень рада, что я в этой компании. Я стремительно прям, я бегу прям к цели своей. Ну, есть у меня цель. Такая небольшая, немаленькая. Стараюсь. И я очень рада, что я здесь. Я просто поменялась по настроению, по отношению к жизни. У меня прям лучик какой-то. Ну, BeFree для меня – это надежда. Надежда всей моей будущей жизни. Поменять ее я рассчитываю теперь только на себя, ни на кого больше, и на свою команду. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. И хочу, чтобы у всех почаще были такие приятные сюрпризы. Супер. Супер, молодцы. Молодцы вообще. Ну что, ребята. А можно я скажу здравствуйте? Да, да, Ирина. Я здесь сегодня с телефоном мужа. У меня здесь стоит такое крутое оборудование. Сразу транслирую наш Zoom в прямом эфире в Instagram. То есть здесь люди приходят и тоже радуются вместе с нами. Я надеюсь, что будут радоваться. Я с всей души хочу поздравить всю нашу команду Круть Крутая. И, конечно же, хочу сказать людям новым, которые вот находят... Так, Ирин? Да, да, да. Все, я включила. Ой, я тебя выключила, да? Я не забыла. Это Ирина, да. Не страшного. Это же Дмитрий. Я просто с телефона мужа, потому что будет идет прямой эфир в Instagram. Ну так вот, хочу, конечно же, поздравить и нас всех, и всех наших партнеров команды Круть Крутая. И хочу сказать нашим новичкам. Ребят, ну мы тоже уже много чего прошли в интернете. Уже столько пройдено и компаний, и всяких проектов. И мы все здесь. И только вот единственное место, где мы начали зарабатывать. Не просто мы вернули свои деньги, мы... Просто наша жизнь стала меняться на 360 градусов. И правильно сказал Рамиль, Рамиль, да, сегодня выступал, что посмотрите, зайдите в компанию, рассмотрите ее, и потом будете уже сравнивать свою жизнь до и после. Вам будет с чем сравнить, глядя на наши истории и на истории наших партнеров. Всех еще раз с наступающим. Всем хорошего настроения, больших чеков и новых активных партнеров. Спасибо. Ну и позвольте мне. Ладно, уступаем женщинам. Уступаем. Диля, говори, что? Ой, я новичок. Еще не разбираюсь. Как и что? Меня не видно. Или видно? Не видно. Надо нажать камеру рядышком с микрофоном. А, все. Всем приветики. Я Диля, новичок. Сегодня ровно 7 дней. Наткнулась на ролик Анечке, моего куратора. И благодарна ей. Я изучаю. Надеюсь, у меня все получится. Потому что я поменяла круг общения. Я нахожусь больше с вами, с командой. И огромное спасибо кураторам, создателю. В общем, всем-всем спасибо. Только вперед. С наступающим. Благодарю за предоставленное слово. Всех приветствую. Меня зовут Марсель. Загидурин Марсель. Город Казань. Партнер компании. Я являюсь партнером компании уже целый год. Мы с супругой вступили в этот бизнес. Хочется отдельные слова благодарности сказать. Яне. Она тот человек, которого я встретил в интернете. И благодаря этому знакомству мы узнали, что такое настоящий, истинный заработок в интернете. Честный. Огромный, низкий поклон, конечно, Анне Михеевой. Может быть, когда-нибудь она увидит эту запись, потому что вы создали нечто. Что хочется сказать? BeFree – это новая реальность. И она рядом с нами. Говорить о фантастических доходах можно бесконечно. Самое главное – понимать, что эти деньги, которые ты здесь заработаешь, если сюда придешь, и поставишь себе цель, их можно направить на очень много добрых дел. Это родители, твоя семья, твои близкие, твои дети, в первую очередь. Забота и возможность заботиться о родителях. Сделать так, чтобы они вкусили жизнь, которую, возможно, они не увидели. И все это в наших руках. И что хочется сказать? Скоро Новый год. И, наверное, пожелание всей команде поставить себе глобальные цели и идти добиваться их вместе с командой внутри компании BeFree. Огромное спасибо за предоставленное слово. Всем желаю вот такого настроения новогоднего. Пусть у вас все будет круто, и пусть у вас все получится. Самое главное, ставьте цели и делайте действия. И будет вам результат. Тот, о котором вы даже не мечтали. Спасибо. Супер. Супер, Марсель. Так, еще кто-нибудь у нас что-нибудь хочет пожелать? Саша, давай, я пожелаю. Давай, Кирилл. Эстония на проводе. Да, Эстония, Таллин. Я тут. Из Кирилл Котенко, значит, партнер компании. Работаю уже в этой компании полгода. И результаты есть, и команда строится, чего вообще раньше не было. Ну, как бы об этом я даже и не мечтал, что какая-то команда будет или что-то, да. То есть люди идут, да, вот просто идут на меня, я сам в шоке от того, что происходит. То есть благодаря компании вот так вот сижу, вот сейчас вот перед вами, записываем видео в прямом эфире. Раньше о таком мечтать я даже и не мог, потому что было страшно. Ну, как бы думал за тех людей, что они подумают про меня, когда меня увидят. А сейчас мне вообще пофигу. Вот увидят и все. Вот. Это абсолютно нормально. Меняется жизнь, меняется история. И у каждого так будет, кто действительно придет. Нужно посмотреть, нужно присмотреться и просто начать разбираться, чтобы уже был результат. Нужно просто это начать делать. Не нужно просто приходить там, шуметь, да, а нужно просто начать разбираться, чтобы было свое мнение, чтобы свой был результат, чтобы вот на это, собственно, люди к вам и шли. А так компания вообще просто бомба. Делают такие вещи, то есть у каждого человека есть свой, ну, как бы взлет и падение, да, и скорость. То есть, ну, это будет конкретно будет зависеть от вас. Деньги с воздуха не падают, потому что нужно ваше, собственно, присутствие и движение. Вот. Ну, в принципе, как бы и все. Хочу пожелать всей команде Круть Крутой огромного здоровья, вообще супер больших планов, да, достижения. Вот. пожелать Анне Михеевой здоровья за такой просто офигительный маркетинг, за такую компанию. Такого вы точно не найдете. И вот просто рекомендую, вот сейчас вот кто смотрит это видео, смотрит прямую эту трансляцию, присмотреться вообще к нам и послушать то, что мы говорим, да, вот просто увидеть, почувствовать, прочувствовать на себе вот эту вот атмосферу людей. Это как вот костер огромный, который вы сидите в кругу его, да, и пламя идет от него, такое жаркое. И вот это вот эмоции идут, энергия положительная, да, все это идет, оно распространяется на людей, и эти люди становятся совершенно другими, они просто меняются. Вот, в принципе, всех с наступающим Новым годом, Эстония Таллин, всех люблю. Здорово. Давайте все вот такие сделаем. Все, наш Zoom подходит к концу. Да, здорово. Наш Zoom подходит к концу. Все ждите, кто выиграл свои призы, все будет переведено в течение часа-полутора, как обычно. Все результаты будут в чате. А новичкам я хочу сказать, идите к нам, здесь деньги. Мы ответили на вопрос, «Возможно ли получать миллион рублей в месяц?» Пересмотрите наш Zoom, и вы поймете, что это реально. И это возможно. Следующий будешь ты. Да. Всем до свидания. Всех с наступающим. Спасибо.